С фронта Великой Ачины в Ауварыче вернуется больше 250 человек. Зараз тут проживает всего один день войны. Тем более важно заховать память об земляках, которые смогли за победу. Музей, а докладный музейный покой в Ауварыче открыли в местной школе. Со свободными помешками кажут, что в городском поселке есть проблемы, а в научной установке все экспонаты еще и под надеянной оховой. Тем более, что тут собраны речи, которые являются семейными реликвиями, когда в 2009-м у першиню огучили идею створения музея на основе местовых материалов. Некоторые отнеслись до этого скептично, но потом погодились. Это корыстная справа. Многие с трудом отдавали, многие отдавали, зная, что здесь люди увидят это, не будет лежать оно где-то дома в шкафчике просто, а будут знать, что были такие-то участники войны. Я своего отца тоже долго держала документы, а потом уже все-таки решилась. Для сбора экспонатов инициативная группа обошла литерально кожный дом. Некто пропоновал для музея фотосдымки, некто особистые речи, родных удельнику великой очины. Одночасово занимались записом успоминал. Батька Валерия Иванчикова был военным летчиком и особисто сбил два вооружие самолеты. После вертания до дому войну узгадывал нечасто, але некоторые известки заховались. Потом его сбили, и когда сбили, он ноги поломал, связки порвал, в чем специализировали его. Он был уже потом инструктором. Вот ему дадут с училища летчиков-курсантов, и он их обучал летать. В охоте в музейный покой не заборонен ни для кого, але перш за все его мыта – патриотичное выхование молоди. Наученцы, до речи, почали цікавицей экспозиции еще на початку ее створения. Теперь они, бадай, наибольш активные прихенники пополнения фондов, постоянно пропануют нечто новое, звычайно из неких семейных реликвий. По великим рахунку, створенный в этом году музей уже стал местовой славутостью. Видеть своих бабушек, дедушек, они рассматривают альбомы и видят, что это действительно война, это не что-то такое эфемерное. Это вот было у нас, это было с нами, что это где-то момент грусти, а где-то, наоборот, момент радости и, как это сказать, величия страны в том числе. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Будокошалевский район.